Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. У россиян он ассоциируется с нарядной елкой, подарками и бенгальскими огнями. А как готовится к празднику у столицы Чувашии? Высняла Юлия Важанина. Новый год – это сказка, в которую верят даже взрослые. Практика проведения городских мероприятий в последние годы изменилась. И сегодня чебоксарцы из простых зрителей становятся активными участниками и авторами творческих проектов. Ведь Новый год – это уникальная возможность проявить себя и реализовать свои идеи. Несмотря на то, что на первый взгляд есть отсутствие снега, то новогоднее настроение, которое сегодня должно появиться в душе каждого горожанина, мы приложили все усилия для того, чтобы вот этот волшебный момент, когда в воздухе появляются, прямо ты начинаешь чувствовать, вот-вот, Новый год на подходе, ты можешь загадать желания. И мне кажется, даже взрослые наши чебоксарцы, каждый верит в чудо, не говоря уже о ребятишках. В этом году мы подошли концептуально. И с удовольствием хочется пригласить наших горожан на основные мероприятия, в наши новые места, которые засверкали яркими красками, новыми световыми фигурами. Ну и сами мероприятия. Вот сейчас мы с вами находимся на площади Республики и видим замечательный новогодний бульвар, который распахнет свои двери 20 декабря в 16.00. Подарки, игрушки и угощения для праздничного стола. Все это можно будет приобрести на новогоднем бульваре. Возможно, он вслед за творческим и спортивным станет еще одной доброй традицией, которая приживется в городе. Щелкунчик, Мышиный король и Маша, главные герои всеми любимой сказки, будут встречать нас прямо здесь, у огромной елки на площади Республики. Кстати, и сама виновница торжества в этом году засверкала новыми огнями и вот такими разноцветными сосульками. Маленькие горожане уже вовсю строчат письма великому волшебнику Деду Морозу. Целая армия помощников создана при городских библиотеках. Самые интересные письма будут отмечены призами. Также выберут маленьких принца и принцессу. Их наградят 27 декабря на Красной площади. Будет проходить как конкурс и костюмы, в том числе и конкурс «Снегурочка», и путешествия в страны, в Италию. Это тоже тот самый, ну, мне кажется, хороший причин для того, чтобы вдохновиться Новым годом, впасть в такой замечательный образ «Снегурочки» и быть достойной помощницей нашему главному Деду Морозу. 27 декабря мы приглашаем всех наших горожан принять участие в нашем всенасшествии, принять участие в новогоднем бульваре и в концертных мероприятиях, в хорошей праздничной программе, которая состоится на Красной площади. Ну, а в ночь 31 на 1, конечно, Красная площадь будет ждать. Конечно, это поздравление первых лиц Российской Федерации, Чувашской Республики. Это хорошая концертная программа, и мы приглашаем всех вместе встретить 2015 год, который, безусловно, будет удачным, счастливым, и дай бог, чтобы исполнились все мечты наших горожан. Также в Чебоксарах появились новые светодиодные персонажи, музыкальные снеговики, парящие в небе олени и объемные символы наступающего года. А дороги города украсили ярко-синие, зеленые и желтые огоньки. Они ведут сюда, в самый центр столицы Чувашии, на Красную площадь. Все это вроде бы мелочи, лишь детские игрушки. Но стоит только приглядеться, и что-то приятное вспоминается. Кстати, своим появлением новогодние огни обязаны Петру Великому. Именно первый российский император распорядился праздновать Новый год еще в далеком 1700 году. И именно Петр привил россиянам любовь к ярким огням и шумным фейерверкам. И сейчас мы видим по всему городу километры проводов, тонны металлоконструкций и миллионы лампочек. В общем, Чувашия к Новому году готова. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Николай Яковлев, Республика.